Николай Семенович Лесков Тупейный художник Рассказ на могиле Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года Души их во благих водворятся Погребальная песнь Глава первая У нас многие думают, что художники — это только живописцы и скульпторы И то такие, которые удостоены этого звания академией А других и не хотят и почитать за художников Сазиков и овчинников для многих не больше, как серебряники У других людей не так Гейне вспоминал про Портнова, который был художник и имел идеи А дамские платья работы в Ворд и сейчас называют художественными произведениями Об одном из них недавно писали, будто оно сосредоточивает бездну фантазии в Шнипе В Америке область художественная понимается еще шире Знаменитый американский писатель Брэд Гарт рассказывает, что У них чрезвычайно прославился художник, который работал над мертвыми Он придавал лицам почивших различные утешительные выражения Свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ Было несколько степеней этого искусства Я помню три Первое — спокойствие Второе — возвышенное созерцание И третье — блаженство непосредственного собеседования с Богом Слава художника отвечала высокому совершенству его работы То есть была огромна Но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества Он был убит камнями за то, что усвоил выражение блаженного собеседования с Богом Лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город А счастливые наследники Плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику А художественному исполнителю это стоило жизни Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси Глава вторая Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка Которую звали Любовь Онисимовна Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского И все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле в одни моего отрочества Брат моложе меня на семь лет, следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны Мне минул уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, набила как лунь Черты лица ее были тонкие и нежные, а высокий стан совершенно прям и удивительно стройен, как у молодой девушки Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица Она была безгранично честна, кроткая, сентиментальна, любила в жизни трагическое И иногда запевала Она нас водила гулять на кладбище к троице Садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала Тут я от нее и услыхал историю тупейного художника Глава 3 Он был собрат нашей няни по театру Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы А он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик Который всех крепостных артисток графа рисовал и причесывал Но это не был простой и банальный мастер С тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян А это был человек с идеями Словом, художник Лучше его, по словам Любови Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображение При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры Я с точностью указать не смею Графов Каменских известно три И всех их Орловские старожила называли неслыханными тиранами Фельдмаршала Михайлу Федотча крепостные убили за жестокость в 1809 году А у него было два сына Николай, умерший в 1811 году И Сергей, умерший в 1835 году Ребенком в сороковых годах я помню еще огромные серые деревянные здания С фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой И огороженные чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором Это и была проклятая усадьба графа Каменского Тут же был и театр Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви И потому Любовь Анисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать То почти всегда начинала словами «Погляди-ка, милый, туда Видишь, какое страшное?» «Страшное, няня» «Ну, а что я тебе сейчас расскажу, как это еще страшнее» Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии Чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу Глава четвертая Аркадий причесывал и рисовал одних актрис Для мужчин был другой парикмахер А Аркадий, если и ходил иногда на мужскую половину То только в таком случае, если сам граф приказывал Отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности Благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения «Призовут его, бывало, — говорила Любовь Анисимовна И скажут, — надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть А сам сложит руки на груди и думает И в это время сам всякого красавца краше Потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать, невозможно Носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые И густой хохолок прекрасно с головы на глаза свешивался Так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака Словом, тупейный художник был красавец и всем нравился Сам граф его тоже любил и от всех отличал Одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, острик, обрил и причесал И для того всегда держал его при своей уборной И, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали Потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог И один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил Рассказанный случай был известен в Орле очень многим Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой И от известного своей непогрешимостью старика, купца Ивана Андросова Который сам видел, как псы духовенства рвали А спасся от графа только тем, что взял греха на душу Когда граф его велел привезти и спросил тебе, жаль их? Андросов отвечал Никак нет ваше сиятельство, так им и надо, пусть не шляются За это его Каменский помиловал Граф же, по словам Любови Анисимовны, был так страшно нехорош Через свое всегдашнее зление, что на всех зверей сразу входил Но Аркадий и этому зверообразию умел дать Хотя на время такое воображение Что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее А в натуре-то графа к большой его досаде Именно и недоставало всего более важности и военного воображения И вот чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий Он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду Было ему тогда уж лет за двадцать пять А Любови Анисимовне девятнадцатый год Они, разумеется, были знакомы И у них образовалось то, что в таковые годы случается То есть они друг друга полюбили Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками При всех, во время гримировки Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы Нас, актрис, говорила Любовь Анисимовна Берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилец При нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети И если, помилуй Бог, с которую-нибудь из нас что бы случилось То у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство Завет целомудрия мог нарушать только сам, тот, кто его уставил Глава пятая Любовь Анисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы Но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта Она пела в хорах под пури Танцевала первые па в китайской огороднице И, чувствуя призвание к трагизму, знала все роли наглядкою В каких именно было годах, точно не знаю Но случилось, что через Орел проезжал государь Не могу сказать, Александр Палыч или Николай Палыч И в Орле ночевал А вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил Мест за деньги не продавали И спектакль поставили самый лучший Любовь Анисимовна должна была и петь в подпури И танцевать китайскую огородницу А тут вдруг еще во время самой последней репетиции Упала кулиса и пришибла ногу актрисе Которая следовала играть в пьесе герцогиню де Бурблян Никогда и нигде не встречал роли этого наименования Но Любовь Анисимовна произносила ее именно так Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать А больной отнесли в ее коморку Но роли герцогини де Бурблян играть было некому Тут, говорила Любовь Анисимовна Я и вызвалась Потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян У отцовых ног прощения просит И с распущенными волосами умирает А у меня самой волосы были удивительно, какие большие иерусы И Аркадий их убирал за глядень Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль И, получив от режиссера удостоверение, что Люба роли не испортит Ответил «Запорчу мне твоя спина», — ответит «А ей отнеси от меня комариновые серьги» Комариновые же серьги у них был подарок и лесный, и противный Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг водолиски владыки За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию Убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святой Цицилии И во всем в белом, в венке и с лилией в руках Символизированную невинность доставляли на графскую половину Это, — говорила няня, — по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала Я и начала плакать, серьги бросила на стол А сама плачу, и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу Глава шестая А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое и искусительное дело, подкралось и к Аркадию Приехал представиться государю из своей деревни брат графа Который был еще собой хуже, и давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что все лицо у него в буграх заросло Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и в военное воображение, какое требовалось по форме А требовалось много Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, — говорила няня Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы А иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн Важно и господа ужасно, как этого боялись В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе Как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать От этого, от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного презрения не обращали От них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось Чтоб перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась Этот вот и умел предавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий Глава седьмая Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского И вдобавок в деревне совсем заволохатил и напустил в лицо такую грубость, что даже сам это чувствовал А убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил Да и лицо у этого второго графа все было в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю А на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу Хорошо сделаешь, бери золото и уходи А если обрежешь, один прыщик Или на волосок бы кенбарда не так проведешь, то сейчас убью А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили Рожки да пьявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели Они сами это понимали, и все отказались преображать Каменского Бог с тобою, думают, и с твоим золотом Мы, говорит, этого не можем, что вам угодно Потому что мы с такой особой притронца недостойны Да у нас и бритов таких нет Потому что у нас бритвы простые, русские А на ваше лицо нужны бритвы аглицкие Это один графский Аркадий, может Граф велел выгнать городских цирульников по шеям А они рады, что на волю вырвались А сам приезжает к старшему брату и говорит Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой Отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют Граф отвечает брату Здешние цирульники, разумеется, гадость Я даже и не знал, что они здесь и есть Потому что меня и собак свои стригут А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности Потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого кроме меня убирать не будет Как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить? Тот говорит А почему нет? Ты постановил, ты отменишь А граф-хозяин отвечает, что для него эткое суждение даже странно После того, говорит Если я сам так поступать начну, то что ж я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил И все это знают И зато ему содержание всех лучше А если он когда дерзнет и до кого-нибудь кроме меня своим искусством тронется Я его запорю и в солдаты отдам Брат и говорит Что-нибудь одно Или запорешь, или в солдаты отдашь А во двою вместе это не сделаешь Хорошо, говорит граф Пусть по-твоему Не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам Это, говорит, последнее твое слово, брат Да, последнее И в этом только все дело Да, в этом Ну, в таком разе и прекрасно А то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа Так ты слова своего и не меняй А пришли, Аркашку, ко мне моего пуделя остричь А там уж мое дело, что он сделает Графу неловко было от этого отказываться Хорошо, говорит, пуделя остричь, я его пришлю Ну, мне только и надо Пожал графу руку и уехал Глава восьмая А было это время перед вечером Сумерки, зимою, когда огни зажигают Граф призвал Аркадия и говорит Ступай к моему брату в его дом И остриги у него его пуделя Аркадий спрашивает Только ли будет всего приказания Ничего больше, говорит граф Но поскорее возвращайся, актрису убирать Люба нынче в трех положениях должна быть убрана А после театра представь мне ее, святой Цецели Аркадий Ильич пшатнулся Граф говорит Что это с тобой? Аркадий отвечает Виноват На ковре ступился Граф намекнул Смотри, к добру ли это А у Аркадия на душе такое сделалось Что ему все равно Быть добру или худу Услыхал, что меня велено Цицилию убирать И словно ничего не видя и не слыша Взял свой прибор В кожаной шкатулке И пошел Глава девятая Приходит графу брату А у того уж у зеркала свечи зажжены И опять два пистолета рядом Да тут же уж не два золотых, а десять И пистоли набиты не пустым выстрелом А черкесскими пулями Графов брат говорит Пуделя у меня никакого нет А вот мне что нужно Сделай мне туалет В самой отважной мини И получай десять золотых А если обрежешь, убью Аркадий посмотрел, посмотрел И вдруг Господь его знает Что с ним сделалось Стал графу брата И стричь, и брить В одну минуту сделал Все в лучшем виде И золото в карман сыпал И говорит Прощайте Тот отвечает Иди Но только я хотел бы знать Отчего Такая отчаянная твоя голова Что ты на это решился Аркадий говорит Отчего я решился Это знает только моя грудь До подоплека Или может быть Ты от пули заговорен Что и пистолетов не боишься Пистолеты Это пустяки Отвечает Аркадий Об них я и не думал Как же так Неужели ты смел думать Что твоего графа Словотежа моего И я В тебя Запорез Не выстрелю Есть на тебе Заговора нет Ты бы жизнь кончил Аркадий Как ему графа Напомянули Опять вздрогнул И точно В полуснях Проговорил Заговора на мне нет А есть во мне Смысл от Бога Пока бы ты руку С пистолетом Стал поднимать Чтобы в меня Выстрелить Я бы прежде Тебе бритвою Все горло Перерезал И с тем Бросился вон И пришел в театр Как раз в свое время И стал меня убирать А сам весь трясется И как завьет мне Один локон И пригнется Чтоб губами Отдувать Так все одно Шепчет Не бойся Увезу Глава десятая Спектакль Хорошо шел Потому что Все мы Как каменные Были Приучены И к страху И к мучительству Что на сердце Не есть Своё исполнение Делали так Что ничего И незаметно Со сцены Видели и графа И его брата Оба Один на другого Похожи За кулисы Пришли Даже отличить Трудно Только наш Тихий Притихий Будто Сдобрившись Это у него Всегда Бывало Перед самую Большою Лютостью И мы Все млеем И крестимся Господи Помилуй Спаси На кого Его зверство Обрушится А нам Про Аркашину Безумную Отчаянность Что он Сделал Было Еще Неизвестно Но Сам Аркадий Разумеется Понимал Что ему Не быть Прощады И был Бледный Когда Графов Брат Взглянул На него И что-то Тихо На ухо Нашему Графу Буркнул А я Была Очень Слухмена И Расслыхала Он Сказал Я тебе Как брат Советую Ты его Бойся Когда он Брит Твои Бреет Наш Только Тихо Улыбнулся Кажется Что ты Сам Аркаша Слышал Потому что Когда Стал Меня К последнему Представлению И герцогини Убирать Так Чего Никогда С ней Не бывало Столько Пудры Переложил Что Костемер Француз Стал Меня Отряхивать И сказал Требоко Требоко И Щеточкой Лишней С меня Счистил Глава Одиннадцатая А как Все Представление Окончилось Тогда Снялись Меня Платье Герцогини Дебурблян И одели Цицилии Одно Эдкое Белое Просто Без рукавов А на плечах Только Узелками Подхвачено Терпеть Мы Этого Убора Не могли Ну А потом Идет Аркадий Чтоб Мне Голову Причесать В невинный Фасон Как На картинах Обозначено У святой Цицилии И тоненький Венец Обручком Закрепить И видит Аркадий Что у дверей Моей Коморочки Стоят Шесть Человек Это Значит Чтобы Как только Он Убравший Меня Назад В дверь Покажется Так Сейчас Его Схватить И везти Куда-нибудь На мучительство А мучительства У нас Были Такие Что Лучше Сто Раз Тому Кому Смерть Суждена И дыба И струна И голову Хотели Чтобы об них Весть Дошла Или Начальство Услышало Но Начальство И думать Не смело Вступаться И долго Тут Томили Людей А иных На всю Жизнь Один Сидел Сидел Да Стих Выдумал Приползут Говорит Змеи И Высосут В очи И Зальют Тебе Ядом Лицо Скорпионы Стишок Отбывало Сам Себе В уме Шепчешь И Страшишься А Другие Даже С Медведями Были Прикованы Так Что Медведь Только На пол Вершка Его Лапой Задрать Не Может Только С Аркадием Ильичем Ничего Этого Не Сделали Потому Что Он Свою Каморочку Так В то же Мгновение Сразу Схватил Стол И Вдруг Все Окно Вышиб И Больше Я Уж Ничего И Не Помню Стала Я В себя Приходить От Того Что Моим Ногам Очень Холодно Дернуло Ноги И Чувствую Что Я Завернута Вся В Шубе В Волчь Или В Медвежьи А Вкруг Тьма Промежная И Коней Тройка Лихая Мчится И Не Знаю Куда А Около Меня Два Человека В Кучке В Широких Санях Сидят Один Меня Держит Это Аркадий Ильич А Другой Во Всю Мочь Лошадей Погоняет Снег Так И Брызжет Из-под Копыт У Коней А Сани Что Секунда То На Один То На Другой Бок Валится Если Б Мы Не В Самой Середине На Полу Сидели Да Руками Не Держались То Никому Невозможно Уцелеть И Слышу У них Разговор Тревожный Как Всегда В Ожидании Понимаю Только Гонят Гонят Гони Гони И Больше Ничего Аркадий Ильич Как Заметил Что Я В Себя Прихожу Пригнулся Ко Мне И Говорит Любушка Голубушка За Нами Гонятся Согласны Ли Умереть Есть Не Уйдем Я Отвечал И Что Даже С радостью Согласна Надеялся Он Уйти В Турецкий Хрущук Куда Тогда Много Наших Людей От Каменского Бежали И Вдруг Мы Тут По Льду Какую То Речку Перелетели И Впереди Что Вроде Жилья Засерело И Собаки Залаяли А Ямщик Ще Тройку Нахлестал И Сразу На Один Бок Саней Навалился Скособочил Их И Мы С Аркадием В снег Вывалились А Он И Сани И Лошади Все Из Глаз Пропало Аркадий Говорит Ничего Не бойся Это Так Надобно Потому Что Ямщик Который Нас Вез Я Его Нас Не Знает Он С Тем За Три Золотых Нанялся Чтоб Тебя Увесть А Ему Бы Свою Душу Спасти Теперь Над Нами Будь Воле Божье Вот Село Сухая Орлица Тут Смелый Священник Живет Отчаянные Свадьбы Венчает И Много Наших Людей Проводил Мы Ему Подарок Подарим Он Нас До Вечера Спрячет И Перевенчает А К Вечеру Емщик Опять Подъедет И Мы Тогда Скроемся Глава Двенадцатая Постучали Мы В дом И Взошли В сень Отворил Сам Священник Старый Приземковатый Одного Зуба В переднем Строю Нет И Жена У него Старушка Старенькая Огонь Вздула Мы Ем Оба В ноги Кинулись Спасите Дайте Обогреться И Спрячьте До Вечера Батюшка Спрашивает А что Вы Светы Мои С Сносом Или Просто Беглые Аркадий Говорит Ничего Мы Ни У Кого Не Унесли Обяжим От Лютости Графа Каменского И Хотим Уйти В Турецкий Хрущук Где Уже Немало Наших Людей Живет И Нас Не Найдут А С Нами Есть Свои Деньги И Мы Вам Дадим За Одну Ночь Переночевать Золотой Червонец И Перевенчаться Три Червонца Перевенчать Если Можете А Если Нет То Мы Там В Хрущуке Окрутимся Тот Говорит Нет Отчего Не Могу Я Могу Что Там Еще В Хрущук Весть Давай За Все Аркадий Подал Ему Пять Золотых А Я Вынула Из Ушей Комариновые Серьги И Отдала Матушке Священник Взял И Сказал Ох Светы Мои Все Бы Это Ничего Не Таких Мне Случало Скручивал Но Нехорошо Что Вы Граф Ски Хоть Я И Поп А Мне Его Лютости Страшно Но Душ Пускай Что Бог Даст То И Будет Прибавьте Еще Лобанчик Хоть Обрезанный И Прячьтесь Аркадий Дал Ему Шестой Червонец Полный А он Тогда Своей Подей Говорит Что Ж Ты Старуха Стоишь Дай Беглянке Хоть Свою Юбчонку Да Шушунчик Какой Нибудь А то Мне Смотреть Стыдно Она Вся Как Голая А Потом Хотел Нас В церковь Свести И Там Сундук С Ризами Спрятать Но Только Чтоб Подья Стала Меня За Переборчик Одевать Как Вдруг Слышим У Двери Кто-то Звяк В Кольцо Глава Тринадцатая У Нас Сердца У Обоих И Замерли А Батюшка Шепнул Аркадию Ну Свет В Сундук С Ризами Вам Теперь Видно Не Попасть А Полезай Скорей Под Перину А Мне Говорит А Ты Свет Вот Сюда Взял Да В Часовой Футляр Меня И Поставил И Запер И Ключ К Себе В Карман Положил И Пошел Приезжим Двери Открывать А Их Слышно Народу Много И Кое У Дверей Стоят А Два Человек Уж Снаружи В Окна Смотрят Сквозь Стуки Сию Глядеть Можно А Старичок Священник Срабел Что Ли Что Дело Плохо Весь Трясется Перед Дворецким И Крестится И Кричит Скоренько Ой Светы Мои Ой Светы Ясные Знаю Знаю Чего Ищете Но Только Я Тут Пред Светлейшим Графом Ни В чем Не Виноват Ей Право Не Виноват Ей Не Виноват А Сам Как Перекрестится Так Пальцами Через Левое Плечо На Часовой Футляр Кажет Где Я Заперта Пропала Я Думаю Видя Как Он Это Чудо Делает Дворецкий Тоже Это Увидал И Говорит Нам Все А поп Опять Замахал Рукой Ой Светы Мои Ой Ясненькие Простите Не Взыскивайте Я Позабыл Где Ключ Положил Ей Позабыл Ей Позабыл А С этим Все Себя Другою Рукою По Карману Гладит Дворецкий Это Чудо Опять Заметил И Ключ У него Из Кармана Достал И Меня Отпер Вылезай Говорит Соколка А Сокол Твой Теперь Нам Сам Скажется Аркаша Уже И Сказался Сбросил Себя Поповскую Постель На Пол И Стоит Да Говорит Видно Нечего Делать Ваша Взяла Везите Меня На Терзане Но Она Ни В чем Не Повинна Я Ее Сил И Мчал А К Попу Обернулся Да Только И Сдел Всего Что В Лицо Ему Плюнул Тот Говорит Светы Мои Видите Еще Какое Над Саном Моим И Верностью Поругание Доложите Про это Пресветлому Графу Дворецкий Ему Отвечает Ничего Не Беспокойся Ему Все Это Причтется И Велел Нас Аркадием Выводить Рассадились Мы Все На Трое Саней На Передней Связанного Аркадия С Охотниками А Меня Под Такой Уже Охранную Повезли На Задних А На Середних Залишные Люди Поехали Народ Где Нас Встретит Все Расступается Думают Может Быть Свадьба Глава Четырнадцатая Очень Скоро Доскакали И Как Впали На Графский Двор Так Я И Не Видала Тех Саней На Которых Аркашу Везли А Меня Взяли В Своё Прежнее Место И Все С Допроса На Допрос Брали Сколь Долго Времени Я С Аркадием Наедине Находилась Я Всем Говорю Ах Даже Нисколечко Тут Что Мне Верно На Роду Было Назначено Не Смелым А Спастылым Той Судьбы Я И Не Минула А Придучи К себе В коморку Только Былоткнула С головой В подушку Чтобы Оплакать Своё Несчастье Как Вдруг Слышу Из-под Пола Ужасные Стоны У нас Это Так Было Что В деревянной Постройке Мы Девицы На втором Жилье Жили А Внизу Была Большая Высокая Комната Где Мы Петь И Танцевать Учились И Оттуда К нам Вверх Всё Слышно Было И Адский Царь Сатана Надоумил Их Жестоких Чтобы Им Терзать Аркашу Под Моим Покойцем Как Почуял Я Что Это Его Терзают И Бросилась В Дверь Ударила Чтобы К нему Бежать А Дверь Заперта Сама Не знаю Что Сделать Хотела И Упала А На полу Ещё Слышней И Ни Ножа Ни Гвоздя Ничего Нет На чём Бы можно Как-нибудь Кончиться Я Взяла До своей Жекосой И Замотался Обвела Горло Да всё Крутило Крутило И Слышать Стало Только Звон В ушах А в Глазах Круги И Замерло Ах Стал Я Уж Опять Себя Чувствовать В Незнакомом Месте В Большой Светлой Избе И Телядки Тут Были Много Теляточек Штук Больше Десяти Такие Ласковые Придёт И Холодными Губами Руку Лижет Думает Мать Сосёт Я Оттого И Проснулась Что Щекотно Стало Вожу Вокруг Глазами И Думаю Где Я Смотрю Входит Женщина Пожилая Высокая Вся В синей Пестриди И Пестридинным Чистым Платком Повязана А Лицо Ласковое Заметил Эта Женщина Что Я В признак Пришла И Обласкала Меня И Рассказала Что Я Нахожусь При Своем Жеграфском Доме В Телячьей Избе Это Вон Там Было Поясняла Любовь Анисимовна Указывая Рукою По направлению К самому Отдаленному Углу Полуразрушенных Серых Заграждений Глава Пятнадцатая На скотном Дворе Она Очутилась Потому Что Была Под Сомнением Не Сделались Ли Она Вроде Сумасшедшей Таких Скотам Уподоблявшихся На скотном И 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 Могли Наблюдать Психозы Пестрединная Старуха У которой Опозналась Любовь Анисимовна Была Очень Добрая А звали Ее Дросида Она Как Убралась Перед Вечером Продолжала Няня Сама Мне Постельку Из Свежей Овсяной Соломки Сделала Так Распушила Мягко Как Пуховичок И Говорит Я Тебе Девушка Все Открою Будь Что Будет Если Ты меня Выскажешь А я Тоже Такая Как И Ты И Не Весь Свой Век Эту Пестрить Носила А Тоже Другую Жизнь Видела Но Только Не Дай Бог О Том Вспомнить А Тебе Скажу Не Сокрушайся Что В ссыл На Скотный Двор Попала На Ссылу Лучше Но Только Вот Этого Ужасного Плакона Берегись И Вынимает Из-за Шейного Платка Беленький Стеклянный Пузырек И Показывает Я Спрашиваю Что Это Она Отвечает Это И Есть Ужасный Плакон А В нем Яд Для Забвения Я Говорю Дай Мне Забвенного Яду Я Все Забыть Хочу Водка Говорит Не Пей Это Водка Я С С С С Говорю Не Могу Надо Мне Это А Ты Не Пей Пока Можно А Меня Не Суди Что Я Пососу Очень Больно Мне А Тебе Еще Есть В Свете Утешение Его Господь Уж От Тиранства Избавил Я Так И Вскрикнула Умер Да Завол С С схватила. А вижу, не мои волосы. Белые. Что это? Она мне говорит. Не пужайся, не пужайся. Твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали. А он жив и от всего тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому и не было. Я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу. Отсосаться надо, сжет сердце. И все сосала, все сосала. И заснула. Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку. И вижу, опять стоя, пососала из плакончика. И опять его спрятала. А меня тихо спрашивает, спит горе или не спит? Я отвечаю, горе не спит. Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призвал. И сказал, ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано. Но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачетов солдат издать. Но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетом его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтоб тебя сейчас прямо на войну послали. И ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах. И покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская. Ему говорила пестрединная старушка. Теперь легче, и бояться больше нечего. Над ним одна уже власть, что пасть в сражении, а не господское тиранство. Я так и верила. И три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается. Так три года прошло. И во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали. А все я тут же в телячьей избе оставала жить при тетушке Дроссиде, в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали. И сам главный коммердинер, потому что никак уж больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила. И за тетушку Дроссиду много делала, и с удовольствием. Скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь, его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь, и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уж не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того, как Аркадий Ильич меня уводил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила, и в носке для атанцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрединкою, как и Дроссида. И бог знает, докуда прожила в такой унылости. Как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером. Солнце садится, а я у окна тальки разматываю. И вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут. Глава шестнадцатая Я оглянулась туда-сюда, и за окно выглянула. Никого нет. Наверное, думаю, это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе, развернуть или нет эту бумажку. Картс лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано. А может быть, это кому-нибудь что-то нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записчику с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу. Развернула и стала читать, и глазам своим не верю. Глава семнадцатая Писано. Верная моя Люба, сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды. И вышел мне зато офицерский чин и благородные звания. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран, и остановился в пушкарской слободе, на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену, и к графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя. А дальше, продолжала Любовь Анисимовна, всегда с подавляемым чувством, писал так, что какое, говорит, вы над собою бедствие видели, и чему подвергались, то я, то за страдание ваше, а не во грех, и не за слабость поставляю, и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую. И подписано. Аркадий Ильин. Любовь Анисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке, и никому про него не сказала, ни даже пестрединной старухе, а только всю ночь Богу умолила, снимала о себе слов не произнося, а все за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать боялась, что его еще бить будут. Глава восемнадцатая Наутро рано Любовь Анисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить. Как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле за забором люди куда-то поспешая бегут и шибко между собой разговаривают. Что такое они говорили? Того я, — сказывала она, — ни одного слова не расслышала. Но точно нож слова их мне резали сердцем. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему, — Филюшка, батюшка, не слыхал ли, про что это люди идут, да так любопытно разговаривают? А он отвечает, — это, — говорит, — они идут смотреть, как в пушкарской слободе Постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, — говорят, — и деньги при нем. И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой. Так и вышло. Этот дворник Аркадия Ильича зарезал. И похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит. А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу. Мне не туда глядеть хочется, — указала она на мрачные седые развалины, А вот здесь, возле него посидеть, и, и капельку за его душу помяну. Глава девятнадцатая Тут Любовь Анисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, Вынула из кармана пузыречек и помянула или пососала. Но я ее спросил, а кто же здесь хоронил знаменитого тупейного художника? Губернатор, голубчик. Сам губернатор на похоронах был. Как же офицер, его и забедни, и диакон, и батюшка, Болярином Аркадием называли. И как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, Палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, И он выдержал. Жив остался. И в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым, возможно, было смотреть, бегали, А старики, которые и помнили, Как за жестокого графа наказывали, Говорили, что это сорок и три кнута мало. Потому что Аркаша был из простых, А тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, А всегда надо бить в нечто. Нарошен тогда, Палач, говорит, Тульский был привезен, Ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил, Все только для одного мучения, И тот все жив был, А потом, как сто первым щелканул, Так всю позвонцовую кости растрощил. Стали поднимать с доски, а он ж и кончается. Покрыли рогожечкой, Да во строк повезли и дорогой умер. А Тульская, сказывает, все еще покрикивал, Давай еще кого бить, всех Орловских убью. Ну, а вы же, говорю, На похоронах были или нет? Ходила, со всеми вместе ходила. Граф велел, чтобы всех театральных свести, Посмотреть, как из наших людей Человек заслужиться мог. И прощались с ним? Да как же? Все подходили и прощались. И я. Переменился он, Такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный. Говорили, весь кровью истек, Потому что он его в самую полночища зарезал. Сколько там своей крови пролил? Она умолкла и задумалась. А вы, говорю, Сами после этого, каково перенесли? Она как бы очнулась и провела по лбу рукой. Поначалу, не помню, говорит, Как домой пришла. Со всеми вместе ведь, Так верно, кто-нибудь меня вел. А в вечеру, Дросида Петровна, говорит, Ну, так нельзя. Ты не спишь, А между тем лежишь, как каменная. Это нехорошо. Ты и плачь, чтобы и сердце исток был. Я говорю, Не могу, тёточка. Сердце у меня, как уголь, горит. И истоку нет. Она говорит, Ну, значит, теперь плакона не миновать. Налила мне из своей бутылочки И говорит, Прежде я сама тебя до этого не допускала И отговаривала. А теперь делать нечего. Облей уголь, Пососи. Я говорю, Не хочется. Дурочка, говорит, Да кому ж сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, А яд горевой ещё горче. А облить уголь этим ядом На минуту гаснет. Соси, скорее, соси. Я сразу весь плакон выпила. Противно было, Но спать без того не могла. И на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу. И сама себе плакончик завела, И венца покупаю. А ты, хороший мальчик, Мамаши этого никогда не говори. Никогда не выдавай простых людей. Потому что простых людей Ведь надо беречь. Простые люди ведь Всё страдатели. А вот когда мы домой пойдём, То я опять за уголком У кубачка в окошечко постучу. Сами туда не взойдём, А я свой пустой плакончик отдам, А мне новый высунут. Я был растроган И обещался, что никогда И ни за что не скажу О её плакончике. Спасибо, голубчик. Не говори. Мне это нужно. И как сейчас я её вижу и слышу. Бывало, каждую ночь, Когда все в доме уснут, Она тихонько приподнимается С постельки, Чтобы и косточка не хрустнула. Прислушивается, Встаёт, Крадётся на своих длинных Простуженных ногах К окошечку. Стоит минутку, Озирается, Слушает, Не идёт ли из спальной мама. Потом тихонько Стукнет шейкой Плакончика о зубы, Приладится И пососёт. Глоток, Два, Три. Уголёк залила, И Аркаш упомянула, И опять назад в постельку, Юрк под одеяльце, И вскоре он начинает Тихо-притихо посвистывать. Фю-фю, Фю-фю, Фю-фю. Заснула. Более ужасных И раздирающих душу поминок Я во всю мою жизнь Не видывал. Более ужасных Более ужасных Продолжение следует...